Большое вам спасибо, что вы нашли время, делили время нашей проблематике, изучили законодательство, взяли экзамены и сегодня с удовольствием, вы первые на самом деле общественного инспектора в Москве, сегодня с удовольствием вручили вам эти подостоверения. Продаю слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу несколько слов добавить. Проект общественных инспекторов в полной мере может также считаться проектом общероссийского народного фронта, который состоял в местах и методологической базы, и саму идею проведения и создания института общественных инспекторов. Приятно отметить, что в подавляющей массе сегодня в числе первых общественных инспекторов это наши активисты, активисты регионального отделения в Москве, общероссийского народного фронта в Москве. Поэтому я хочу сказать, что это интересное событие, проект этот будет продолген. И мы не только ограничимся тем и нынешним составом, он будет увеличиваться не только в Москве и в других регионах. И самое главное, что реализация этого проекта прежде всего поможет активным воплощению в жизни всех тех задач, которые поставлены в супер-окази президентом, в майском окази. В том числе и в вопросах о устройстве, о создании благоприятной экологической обстановки, природоохранной деятельности. В этом плане мы всегда рассчитываем и надеемся на помощь активных неравнодушных граждан, которые заставляют костяк и основу общероссийского народного фронта. Спасибо. Ну, уже по всем вопросам беседовали. Это у нас пилотный вариант. То, что есть независимые, не ведомственные, никакой принадлежности, не структурных управлений, есть независимые инспекторы, которые работают во благо именно жизни на земле. Это прежде всего. У нас получается, экология это вторичный фактор поражения, я так по-своему понимаю. Это все погибает все живое, если экология нарушается. Это наша жизнь, это наша земля. Поэтому я желаю всем успехов. Ну и главное, что вам проводить разведку территории, информировать, ну и, думаю, где-то подстегивать. Так, если руководящий аппарат нашего правительства в Москве именно со стороны народного фронта. Такое так выбор пожелать. АПЛОДИСМЕНТЫ В будущем, вы, не еще раз говорите о вере, ошибки могли, да, первые люди могут оказаться всегда никому. Да, поэтому очень важно ваше мнение, потому что в будущем мы могли учитывать, скажем так, те или иные грехи, их исправить. У нас еще, слава Богу, есть время, но только в самом начале пеки. Мы приступим к награждению. Ой, извините, поручение. Хотя для меня это уже награждение. Да, для нас уже. Аксел Абвен Сергеевич. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Спасибо. Молодежного сотрудничества я уже другого не знаю. Я очень счастлива получать. Огромное спасибо. Спасибо большое. Айдеш, будем стараться. Спасибо. Артемова. Иглана Владимировна. Многолетняя сотрудничества. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. была ваша ведущая дирекция. Спасибо. Будем сотрудничать. Не всегда у нас мнения совпадают с надеждой, но это же... Пытаемся. В любом случае взаимодействие, но это очень важно. Марченко Александр Михайлович. Спасибо большое. Московская природа только выиграет. А в Плёхом точно. Хобина, Ульга, Натуре. Здравствуйте. Спасибо, Антон Олегович. Надеюсь, и совместные сотрудничества не решают. Спасибо. Коклова, Илья Владимировна. Спасибо. Мы выработали. Я уже верю. Я хотела бы сказать немножко по поводу нашего обучения. Было очень интересно. Программа очень хорошо вся скомпонована. Именно тот материал, который нужен. Единственная просьба как бы побольше времени. Не то, чтобы говорить про львовом, да. Потому что очень тяжело воспринимать такое огромное дно знаний. Хотя очень полезная программа и очень именно насыщенно, обобрана. То есть в программе никаких претензий нет. Именно побольше времени. Хотелось бы. И побольше практики. То есть на практике хотелось бы. Больше я не понимаю. Хорошо. Спасибо. До свидания. Шевчук Полина Павловна. Вижу, уже есть совершенство в наших чувствах времени. Там, допустим, на шевчак? Нет. Просто очень плохо читается, к сожалению, панили ночи, но это не хорошо. Спасибо. Важно, что на программе. Я, поскольку принимала участие в разработке этой программы, то хотела бы в первую очередь сказать огромное спасибо и Общественному народному фронту, и учебному центру МЧС, потому что мне кажется, что сегодня я буду осуществлять такой, ну, вести экологический образ жизни не только как сотрудник в школе экономики, как эксперта НЭП, но прежде всего как гражданин и житель Москвы. Поэтому для меня это невероятно важное достижение 2018 года. И я очень надеюсь на то, что то экологическое просветительство, которым мы будем заниматься, действительно позволит сделать нашу природу чище, богаче, чтобы мы ее не забывали беречь. Как сказала вот девочка на позавчерашнем мероприятии на НДНК, давайте беречь природу. Мне кажется, это такие простые вещи, но которые необходимо реализовывать. Поэтому спасибо большое. Спасибо. И после своей экономики веб-другом сотрудниче. Антонов Михаил Александрович, как раз человек, который помогает нам, в том числе, в молодежном совете, в третьем предепартаменте. Вручаю вам благословение и надеемся за то, что будем еще ближе. Коллеги, да, благодарю. Ну что ж, мы безмерно рады, что сегодняшний день состоялся, то, что эта программа, этот проект, который делался с такой мощной силой, с такими интересными возможностями, это большой интересный жизненный опыт, что сегодня состоялся, что сегодня первые люди получают такие удостоверения. Мы благодарны как Российскому народному фронту, как учебному центру МЧС, как непосредственно департаменту производства пользования. Это интересная, синергийная история. Это один из первых прецедентов интересных, которые, я понимал, уже начинают интересоваться. И в других регионах России, потому что Москва, задает повестку, в том числе, для остальных наших субъектов. Ну что ж, я думаю, это будет очень интересно, эффективно. Еще раз всем спасибо, коллеги. Я просто очень рада, что такая отличная команда у нас, инспекторов подобрала, столько интересных людей, со многими познакомились, со многими более плотно стали общаться во время обучения. И сейчас я думаю, продолжу. Спасибо.